Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Станислав Юдин. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. До конца недели согреют всех. В Магнитогорске началась постепенная подача тепла в многоквартирные дома. Поколение М. Во дворце Серго Джаникидзе состоялся голоконцерт участников шоу «Голос. Дети». Три очка из четырех возможных. На домашнем льду магнитогорская молодежная команда «Стальные лисы» провела два матча против Тюменского легиона. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Тепло идет. В квартирах многих магнитогорцев радиаторы уже горячие. В остальных домах города отопление появится до конца недели. Продолжит Ксения Перчаткина. Официально отопительный сезон в городе стартовал с 1 октября. Сначала еще в конце сентября заработали радиаторы в больницах, детских садах и школах. Сейчас в порядке очереди пускают тепло в квартиры. Отопление во всех многоквартирных домах города должно появиться до конца этой недели. Температура воздуха в квартирах поднимется до 20 градусов. Если же этого не произойдет, то стоит обращаться в управляющую компанию. Именно она должна была обеспечить подготовку всей системы к зимнему периоду. Радиаторы в квартирах не повышают градус по нескольким причинам. Не удален воздух из системы отопления дома или нарушен гидравлический режим. Устранить недоработки обязана управляющая компания. Трест теплофикации поставляет тепло абсолютно всем. Из 15 котельных в городе запущены 13. То есть две остались. Они пускаются. Одна сегодня. И значит одна должна завтра запуститься. То есть все 15 котельных будут в работе. Источники комбината нам тоже перешли на зимний режим работы. И тоже подают нам тепло. А мы получаем оттуда порядка 60% тепловой энергии. Подают нам тепло исправно. Температура в домах будет регулироваться в зависимости от погоды. Ее будет повышать, когда похолодает. И наоборот. Некоторые магнитогорцы уже ощутили изменения. Здесь не угадаешь, потому что погода-то, видите, меняется. Вообще было прохладно. А сейчас уже потеплело. Вроде бы и не надо бы пока. Могли пока обойтись. Живем второй день с открытыми окнами. Потому что жара невозможная дома. Платить за отопление жителей домов, где есть приборы учета, будут по факту потребления. Остальные по нормативам. В квитанциях за октябрь должно быть учитано, с какого числа у вас стало тепло. Ксения Перчаткина, Олег Карпенко, телекомпания ТВ. Продолжаем программу. В электросталеплавильном цехе ММК поставлен новый рекорд. Огнеупорная футеровка свода двухванного сталеплавильного агрегата продержалась в полтора раза дольше, чем обычно. Выдержала 1265 плавок. Увеличение рабочего периода печи – это значительная экономия средств предприятия. О том, благодаря чему удалось увеличить время работы агрегата, в сюжете Галины Смирновой. Двухванная печь номер 32 – агрегат, основанный на интенсивной продувке металла кислородом в одной ванне и использовании теплогазов, выделяющихся при продувке, для нагрева шехты в соседней камере. Скорости нагрева металла и окисления углерода в двухванной печи очень высокие. Поэтому плановые ремонты, в частности замена футеровки главного свода, проходят регулярно. По нормативу каждые 800 плавок. Однако в предыдущий цикл футеровка продержалась в полтора раза дольше. Компания у нас началась 22 июня этого года и по 23 число, включительно сентября. По факту печь проработала на футеровке три месяца. Заключительную стойкость мы показали 1265 плавок. Из истории цеха самая большая показана была стойкость. Но не опасно ли такое превышение сроков службы огнеупорной кладки? Когда мы подходили к этой стойкости, во-первых, ежесменно, ежесуточно, в том числе самому приходилось подниматься на свод печи, производить осмотр. Также у нас задействованы работники НТЦ, огнеупорной лаборатории. Вся эта работа совместная. Определяли состояние печи, будем так говорить. Ну и та задача, которая ставилась перед коллективом, я считаю, что мы с ней справились, ее выполнили. В цехе существует система материального поощрения. Как уже было сказано, регламентированная стойкость футеровки – 800 плавок. Далее за каждый день превышения работник получает материальное вознаграждение. У людей есть возможность заработать, соответственно, есть настрой на высокий результат. Однако, каким же образом Сталевар может повлиять на увеличение срока службы футеровки? Во-первых, важна сама технология плавки, а именно время цикла нахождения стали в печи. Чем дольше идет процесс, тем сильнее разрушение кладки. Задача Сталевара – минимизировать нахождение жидкого металла в печи. Во-вторых, огнеупор не любит колебания температур. Нужно поддерживать стабильный температурный режим, чтобы кирпич не трескался. В-третьих, большое значение играет и качество огнеупорных материалов. В рекордный период свод печи выкладывался огнеупорным кирпичом из Славинии. Его продолжают класть и сегодня, во время очередного планового ремонта агрегата, который проводит объединенная сервисная компания. Ремонт начался 23 сентября. Закончание планируем на 27 сентября. Происходит сейчас вкладка главного свода элементов печи. До этого были сломаны все элементы, установлена палуба. Сейчас ведется фортировка печи, главного свода именно. Планируем сегодня на ночь уже закончить и приступаем к фортировке в ванной, основной ванной печи. Такие работы пока у нас намечаются. Этот рекорд стойкости фортировки очень достоверно показал, насколько взаимосвязана слаженная работа всех, кто имеет отношение к работе агрегата. Ремонтников металлургического оборудования, столеваров, менеджеров по закупкам качественного огнеупорного материала. Галина Смирнова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. По давней традиции центральным событием Дня пожилого человека в Магнитогорске становится встреча ветеранов ММК с руководством комбината и города в стенах Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе. Прошедшее 1 октября не стало исключением, но в этот раз к поздравляющим присоединился и глава региона Борис Дубровский, прибывший в Магнитогорск с рабочим визитом. Галина Смирнова расскажет подробнее. Социальный парадокс. Население в мире стареет, но это следствие положительных тенденций в обществе. Ведь растет продолжительность жизни, что само по себе неплохо. Но тем не менее, с увеличением количества пожилых людей становится все более актуален вопрос защиты их прав и создания для них наилучших условий. Напомнить об этом призваны мероприятия сродни тому, что состоялось во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе. Здесь чествовали ветеранов Магнитогорского металлургического комбината. До слез трогательно находиться сегодня здесь, в этом зале, с вами, с людьми, которые были моими учителями, под руководством которых я проходил эту школу жизни в этом городе, на комбинате. Хороший праздник, Международный день пожилого человека. В сути, это повод сказать вам спасибо за то, что вы сделали для страны, для города. Прозвучали теплые слова поздравлений от главы Магнитогорска и генерального директора ММК. Мы чествуем людей, много пошивших, я так скажу. Все, что есть лучшее в этом городе, та слава, которой гремит Магнитогорский металлургический комбинат, она, все это создано вашими руками, вашими руками, сердцами, вашим умом. Спасибо вам за ту энергию, которую вы отдали этому городу, этому предприятию. Мы все ваши ученики и искренне поздравляю вас, желаю вам тепла, добра, уюта, бодрости и, конечно, здоровья. Я всегда говорил, что старшее поколение – это те люди, которые учили нас жить и теперь у нас долг перед вами. Вот я всегда говорил, что будем мы его возвращать не словами, а делами. Поэтому сегодня мы делаем все, чтобы вам было комфортно жить. И вот сегодня у нас с вами с визитом губернатор Челябинской области, Борис Александрович Дубровский, он проехал по городу, проинспектировал, как выполняется его поручение. Но так уж у нас повелось у магнитогорцев, когда человек выделяет деньги, дает поручение, еще и неусыпный контроль. О необходимости сохранить бодрость духа и вести жизнь, обращенную к людям, напомнил депутат Государственной Думы Виталий Бахмитев. Председатель правкома ММК Борис Семенов поблагодарил ветеранов за труд и знания, которые они в свое время передали молодежи. Спикер городского парламента Александр Морозов не отошел от своей традиции поздравлять публику стихами. Каждый год ко Дню пожилого человека творческие коллективы Дворца готовят для ветеранов свежую большую программу. В ней и песни, и танцы, и цирковые номера – все лучшее, что наработано в сезоне. Следует отметить, что День пожилого человека, хоть и яркий, но отнюдь не финальный аккорд в обширной социальной программе, которую в этом году подготовил для своих ветеранов Магнитогорский металлургический комбинат. Галина Смирнова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Это праздник мудрых людей. День пожилого человека отметили накануне жители 22-го избирательного округа. Встречу с песнями и подарками для них организовал депутат Магнитогорского городского собрания Павел Бовшик. Евгений Солохудинова продолжит тема. Перед официальной частью праздника в честь Дня пожилого человека небольшая экскурсия в мир искусства. В спортивном зале школы номер 20 выставка «Хэндмейд», главные экспонаты которой – детские рисунки и вышитые иконы. Авторы работ – жители 22-го избирательного округа. Для них подобные праздники депутат Павел Бовшик устраивает регулярно, а они откликаются с удовольствием. Люди всегда с удовольствием принимают участие, потому что не так много, к сожалению, в наше время уделяется категории ветераны, категории пожилые люди, должного внимания. Мы стараемся восполнять вот эту нишу и стараемся дать людям то, что им действительно нужно. Это и духовная пища, в первую очередь как раз-таки это концерт, любимые песни. Вспоминаем о тех делах, которые наши ветераны сделали для нас, для нашего города, для нашего комбината, для предприятий города. Теплые пожелания были адресованы сегодня самым мудрым людям. Людям преклонного возраста отдельные слова благодарности за самоотверженный труд прозвучали в адрес бабушек-опекунов, которые живут в округе и в одиночку поднимают на ноги внуков. Также на праздники чествовали Читу Филиппович. Супруги в этом году празднуют золотую свадьбу без подарков и традиционного горька, конечно, не обошлось. Павел Бовшик пожелал супругам счастья и признался главу семейства Сергея Павловича, зная отлично, уже много лет. С Сергеем Павловичем мы проработали в 10-м листопрокатном цехе не один год. Всегда высоко квалифицированный, компетентный человек, на которого всегда можно было положиться. Жизнерадостные и активные. Несмотря на возраст, в 22-м округе живут пенсионеры, которые молоды душой. Они с радостью помогают Павлу Бовшику в делах, помогают благоустраивать родные дворы. Среди самых деятельных – Людмила Ивановна Катенева. Она состоит в активе уже более семи лет. Я по жизни лидер. В школе первая, на работе первая. Я работала воспитательницей детского сада 32 года. Люблю общественную работу, занимаюсь, помогаю. Любовь Васильевна, прихожу к Павлу Александровичу. Выполняю задания очень аккуратно. Ходим поздравлять с днём рождения. Тоже, когда приходим в дом, люди очень гостеприимные, очень внимательные. И мне, знаете, как-то дает энергии, силы, энтузиазма, бодрости, хорошего настроения. Яркая концертная программа стала настоящим украшением. Встреча ансамбль «Калинка» исполнил самые любимые песни, которым зрители подпевали с удовольствием. Евгения Солхудинова, Георгий Бадаев, телекомпания «Твын». Более 900 магнитогорцев в минувшую пятницу посмотрели гола-шоу «Супер дети поколения М». На сцену дворца Джаникидзе вышли участники шоу «Голос дети», воспитанники продюсерского центра «Эколь» и магнитогорские коллективы. Молодые звезды исполнили песни из репертуара Басты, Дима Билана, Андрея Гризли и даже Майкла Джексона. Юные таланты поразили зал не только своими голосами, но и зажигательными танцами. Мне безумно нравится вот так вот общаться с вами, делиться с вами энергией на концертах, делиться опытом и рассказать вам о том, что не нужно ничего бояться и что все возможно. Если вы будете стараться, упорно трудиться, то вы можете достичь всех своих целей. Гала-концерт состоялся в рамках творческо-благотворительного проекта поколения М, проекту «Четыре года», и он объединяет идею развития талантливых детей и благотворительные цели. Каждая работа загружена на сайт проекта или в социальной сети проекта, каждый лайк в социальных сетях переводится в рубль, и по итогу года все рубли суммируются и направляются на лечение тяжелобольных детей. Вот уже таким образом ребятами со всех регионов сгенезировано более 16 миллионов рублей и проведены операции для ваших сверстников-подростков. Подобная благотворительная механика проекта привлекает детей к участию. Они могут не только получить оценку своего творчества, но и заявить о себе на всю страну. Тем самым они помогают тем, кто остро в этом нуждается. Почему вдруг МТС этим занимается? Мы чувствуем свою ответственность, что нам нужно создавать полезный контент, чтобы ты, заходя в интернет, видел действительно что-то качественное, интересное, нужное тебе. И это должно быть в первую очередь интересное детям, чтобы их реально завлечь. Вот этот проект так и родился, чтобы ты зашел туда, остался там, завис и, возможно, в дальнейшем воплотил свою мечту реально выступить на сцене или сушить свою первую коллекцию одежды. На сайте проекта собрана обширная база обучающих уроков и мастер-классов по 15 видам творчества, в том числе вокалу, танцам, художественному направлению, конструированию роботов, дизайну одежды и режиссури. Поколение М – это один из лучших частных проектов в области цифровой экономики. Очень важно, чтобы дети и их родители обратили внимание на такой ресурс. В нем есть много полезной информации, он поможет детям быстро получить знания, развить в себе новые умения и найти единомышленников. Это здорово. В любом случае, молодому поколению, я думаю, надо сейчас помогать, потому что вот сейчас с нашими тенденциями, в любом случае, да, может быть, где-то ребенок и найдет, где выйти, где выплатить, а я считаю, талантом все равно надо помогать. Ребята из нашего региона очень активно участвовали во всех конкурсах поколения М. У нас есть финалисты, есть призеры, есть победители в различных вокальных и музыкальных конкурсах. Благодаря тому, что наши ребята занимают определенные места, благодаря тому, что их очень много участвует в этих конкурсах, и позволило пригласить сюда нашу команду, да, и провести это замечательное шоу. Юлия Горшкова, Александр Макаров, телекомпания «ТВ». Магнитогорское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро получило лицензию Федеральной службы безопасности на проведение землеустроительных работ на закрытых и секретных объектах. Впрочем, в летний период геодезистам работы хватает и без закрытых административно-территориальных образований. Земельные споры – обычное дело в эпоху частной собственности. Актуальности работе бюро придает и тот факт, что лишь зарегистрированная, занесенная в кадастровые списки, земля, как таковая, приобретает товарную ценность. Что нужно сделать, чтобы быть полностью уверенным в неприкосновенности границ своего участка в материале Игоря Гурьянова. Давно канули в лету сожжение рулетки. Впрочем, как и слово «землемер», сегодняшнее вооружение геодезиста – вот такая палка с прикрепленным к ней электронным девайсом. Именно он позволяет специалистам определять границы участка с точностью до 10 сантиметров. Это максимально допустимая погрешность даже при измерении гектаров. Зачем нужна такая почти астрономическая точность? Здесь все просто. Земельный спор, как войну или болезнь, гораздо легче предупредить, нежели остановить. И если в ответ на экспансию соседской смородины ты отвечаешь кадастровым планам – сосед бессилен. Это если схематично. На самом деле вот такая работа в поле – лишь часть обширного круга обязанностей на бюро возложенных. С ними организация справляется успешно уже на протяжении десятилетий. Чему подтверждение лицензия ФСБ, с которой мы начали. Межевание земельного участка – это первое и в нашем контексте главное, что нужно сделать еще задолго до начала строительства. Например, своего дома или капитального забора вокруг. Если границы дома или участка не совпадают с кадастровым планом, поставить землю или дом на учет будет затруднительно и даже невозможно. Что делать? И опять все просто. Прийти для начала на Ленина 74 в проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро города Магнитогорска. Для краткости дальше мы будем называть его просто бюро. На рынке мы существуем уже довольно-таки очень давно, более 20 лет. Специалисты у нас с большим опытом и стажем работы. Очень тесно работаем с нашей администрацией. Поэтому у нас очень много плюсов. Первое, на что вы можете обратить внимание, это цена за наши работы. Действительно, услуги землеустроительных организаций платные. Рынок достаточно плотный. В городе на сегодня работают около 10 профильных фирм. А вопрос оптимального соотношения цена-качество актуален всегда и везде. Под истошные крики о всеобщем обнищании народных масс, эти самые народные массы продолжают покупать сады, отваживаются начинать индивидуальное строительство, обзаводятся собственной землей. Повторим, в каждом из перечисленных и еще десятках и сотнях случаев и жизненных ситуаций начинать нужно смежевание. Ведь мы помним, скупой платит дважды. В ситуациях с земельными спорами, сэкономив на межевании, тот самый скупой заплатит трижды и кратно больше. Межевание, как таковое, носит заявительный характер и зависит от желания землепользователя. Однако это не должно вводить в заблуждение относительно актуальности процедуры. Есть десятки нюансов в пользу проведения этой нехитрой операции. Существует одно «но». Сейчас твердо можем сказать, что если вы захотите продать свой участок и это будет связано с банком, то однозначно вы получите отказ, пока вы не уточните границы своего участка. То есть банк вам откажет. Эти же самые границы участка, не по забору, а по кадастру, могут стать камнем преткновения при оформлении наследства. Нотариусы тоже требуют кадастровых планов и уточненных границ. Информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений о границах земельного участка можно получать бесплатно на официальном сайте Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта». Электронный адрес вы видите на своих экранах. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ. Пятигорская меховая ярмарка, хорошо известная магнитогорским покупательницам своими шубами, приглашает прекрасных дам из-за демисезонной верхней одежды. В магазине большое поступление женских пальто, как осенних, так и зимних, отечественного производства. Фабрик верхней одежды города Владимира. Выбор огромен, а цены демократичны. Продукция Владимирских фабрик верхней одежды «Авика», «Рене», «Кармельстиль» славится высоким качеством изделий, современным дизайном пальто и курток, вариацией размерного ряда и удобством в носке. В магазин поступили женские пальто из современных импортных тканей. Драпа, кашемира, шерсти, твита. К каждой модели продавцы-консультанты Пятигорской меховой ярмарки помогут подобрать шляпку в тон. В магазине более тысячи различных моделей женских головных уборов. Из фетра, трикотажа, замши, драпа поступили и меховые зимние шапки, как женские, так и мужские. Особое место в новой коллекции занимают легкие и удобные осенние пальто и куртки на современных утеплителях – термофине и файбертеке. Ну и, конечно же, Пятигорская меховая ярмарка, как всегда, порадует прекрасных дам большим ассортиментом отечественных шуб – из мутона, норки, астрогана, пресс-мутона. В магазине действует беспроцентная рассрочка сроком до двух лет. Забрать понравившуюся вещь можно сегодня, а расплачиваться за нее постепенно без первоначального взноса и переплаты. Напоминаем, Пятигорская меховая ярмарка расположена на втором этаже торгового центра «Контур» по адресу Бориса Ручьева, 7Б. Магазин работает без выходных и перерывов с 10 до 19 часов. В этом году сентябрь побаловал нас непривычно теплой и сухой погодой, но октябрь принес похолодание. И тем, кто еще не успел приобрести себе теплую верхнюю одежду, нужно поторопляться. Как это сделали покупательницы ярмарки «Верхняя одежда Ермак», которая работает во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. На ярмарке «Верхняя одежда Ермак» радостное оживление. Выбирать обновки всегда приятно, а уж когда они сочетают в себе хорошее качество, подходящий фасон и невысокую цену, получается маленький праздник. Вот только несколько отзывов о куртках, которые приобрели на ярмарке горожане. Она удобная, доченька. Очень удобная. Бегать везде хорошо в ней. Легко. Моя уже старая стала. Цвет приятный, пошито. Хорошо. Капюшоном тепло будет. Очень понравился фасончик и цвет, и цена. Спасибо за покупку. Свыше 5000 моделей плащей, курток, пуховиков и пальто предлагает покупателям ярмарка «Верхняя одежда Ермак». Цены на осенние модели от 2200 рублей, на зимние – от 2980 рублей. Все очень хорошего качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов, таких как биопух, верблюжья шерсть, кинсулейт. Представлен большой размерный ряд от 42 по 72, и все по оптовым ценам. Ярмарка «Ермак» будет работать во дворце Рамазана по адресу Проспект Ленина, 97, по 31 октября включительно. Большое спасибо вам. Еще приду на будущий год. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Очередные домашние игры провела Магнитогорская молодежная команда «Стальные лисы». Одержать две победы над Тюменским легионом хозяева не сумели, но все же набрали три очка из четырех возможных. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В 26 предыдущих встречах с тюменцами лисы забросили 130 шайб. В среднем ровно по пять за игру. Довольно результативным получился для хозяев и первый матч нового сезона. В стартовом периоде соперники на двоих нанесли 25 бросков в створ. 14 из них совершили магнитогорцы. Но зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. Егор Спиридонов и Никита Рожков здорово поборолись у лицевого борта. Рожков завладел шайбой и выдал точный пас на пятачок, а Дмитрий Шешин не оставил шансов вратарет. После перерыва интенсивность атак с обеих сторон только увеличилась. Голкипер хозяев Алексей Щитилин в этом отрезке отразил 18 бросков. Его партнеры чуть реже доводили шайбу до чужих ворот, но качество моментов и их опасность были куда выше. После очередной молниеносной комбинации с участием Шешина и Рожкова, эффектный гол, впоследствии оказавшийся победным, забил Андрей Олейников. Гости ответили менее чем через две минуты. Сергей Арзамасцев сократил отставание до минимума. Но вскоре Глеб Бабинцев начал еще один быстрый розыгрыш, Никита Рожков оформил ассистентский хет-трик, а Дмитрий Шешин – снайперский дубль. В заключительном периоде защитник тюменцев Иван Канашев жестким приемом отправил в лазарет Байраса Абдулина. Нападающий Лисов потерял много крови и покинул лед на носилках, а его обидчик был удален до конца матча. Первым же большинством в игре хозяева воспользовались умело. Рожков заработал четвертую передачу, Бабинцев – вторую. Именно после его броска шайба угодила в перекладину и упала в площадь ворот, а реактивный Шешин оформил хет-трик и установил окончательный счет – 4-1. Повторная встреча, как это часто бывает, получилась для магнитогорцев гораздо сложнее. Уже в дебюте гости – одна из худших команд сезона по игре в большинстве – с первой же попытки реализовали численное преимущество. Отличился их лучший бомбардир Андрей Тимофеев. Но вскоре счет сравнился. Никита Рожков отвоевал шайбу у борта, делал пас Егору Мартынову и сам же, переместившись в центр зоны, удачно подставил клюшку под бросок защитника. Вторая 20-минутка, несмотря на обилие атак, получилась безголевой. А в дебюте третий досадную оплошность совершил Алексей Щетилин, пропустивший несильный бросок в ближний угол. Но совсем скоро ответную голевую атаку начал Алексей Сахаров, а завершил Павел Дорофеев, который уже успел сыграть два матча за «Металлург». Лисы вполне могли дожать соперника в основное время, но главным героем встречи стал вратарь тюменцев Николай Дрёмин, отразивший в этот вечер 48 бросков. А на старте овертайма хозяева допустили ошибку на смене, и гости, благодаря голу Арзамасцева, после трех поражений подряд добились важной, всего второй в истории, победы на Магнитогорском льду. Два-три. Следующие матчи Магнитогорская команда проведет дома против Сарматов из Оренбурга. Прямые трансляции смотрите в нашем эфире 8 и 9 октября в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-fiz.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 3 октября. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. По данным Бюро погоды, 3 октября в городе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Отдельные порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 2 градуса. На почве заморозки до минус 1. Днем 10-14 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин